Микрорайон «Зеленый Бор» стал первым адресом, куда прибыли судебные приставы и представители одного из банков города. Повод – рейд по должникам, не выполняющим свои кредитные обязательства. На сегодняшний день жители нашего города задолжали одному из представительств коммерческого банка огромную сумму – 2 миллиона рублей. В списке адресов более 200 фамилий тех, кто допустил просрочку по платежу и по которым есть судебные решения к принудительному взысканию существующей задолженности. Уралтрансбанк помогает, смотрит также имущественное положение должников, составляются акты ОПС и ареста, имущество оставляем должникам на ответ хранения. Дальше такие рейды будут продолжаться. В этой квартире проживает один из трех сотен сегодняшних героев, кому спешат приставы. Его долг составляет порядка 400 тысяч рублей. Заемщик не спешит платить по счетам, а это значит, пришло время расставаться с тем, что так долго наживал непосильным трудом. В опись имущества идут телевизоры, бытовая техника, имущество, которое можно продать и за счет продажи данного имущества можно погасить какие-то долги. Хозяин квартиры от общения с нашей съемочной группой отказался, не пожелав и за кадром прокомментировать свое бездействие по отношению коммерческой организации, где взял денежные средства в кредит. Но мы оговоримся, что это достаточно известный в городе Полевском человек. Трудится, зарабатывает деньги, ведет бизнес. Только вот тогда возникает вопрос, почему не платит по счетам? Разнеснение он дал лишь работнику банка. Аргументов очень много, конечно, как объективных, так и субъективных на сегодняшний день. То есть в каждой ситуации мы подходим индивидуально, разбираемся, голословно не принимаем никаких решений. Где-то понимаем ситуацию должника, где действительно она объективная. Идем на уступки какие-то, переуступки долга, реструктуризацию долга и так далее. Такие рейды, как показывает практика, дисциплинируют полевчан. Граждане задумываются о всей серьезности своего положения. Это своего рода побуждение к действию. После описи имущества по обыкновению должник сам приходит в банк с предложением помочь ему в решении его сложной жизненной ситуации. Мера это, конечно, действенно, достаточно, как арест, то есть это производит, так сказать, определенные эмоции, так сказать, на взыскателей, должников, которые, бывает, добровольно идут уже потом после этого нарушения. То есть изыскывают какие-то средства, возможности и добровольно гасят уже. Для взыскания долгов судебными приставами используется весь арсенал полномочий. Наложение ареста на имущество, ограничение права выезда за пределы государства, списание денежных средств с банковских счетов и удержание заработной платы, пенсии и иных периодических выплат. Человек сам чувствует, что он должен платить, так вот вроде как рассказывают там по телевизорам, все показывают, что, как сказать, доплатить не будем, банки наживаются. То есть вот так вот, как бы, такое отношение, что банки наживаются, что приставы пришли, все утащили. По факту, если ты должен, ты плати. Я считаю, что так. И вот в последнее время, да, с учетом того, что кризис, банки идут на уступки. Многие банки идут на уступки. Сегодня все описанное у должника имущество оставлено ему же на ответ хранения. А это значит, у недобросовестных заемщиков еще есть шанс сохранить все, что пошло в опись. Должником принимаются меры по погашению задолженности. Как вот договорятся с Уралтрансбанком. То есть возможны реструктуризации долга, потому что очень много же должников. Возможно, реструктуризация долга, возможно, погашение, как-то график новый составляют. Это был только один совместный рейд приставов и представителей банка. В дальнейшем эта работа, ставшая системой, будет продолжена. На следующей неделе планируется посетить неплательщиков алиментов, тех, кто забывает оплачивать штрафы и счета за коммунальные услуги. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости Полевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова